Хочу задать вопрос, ну как президенту Европейской Бизнес-Ассоциации. Бизнес европейский страдал от коррупции во времена Януковича, сейчас стало лучше? Ну, стало чуть-чуть лучше, но не сильно лучше. Если воспользоваться, ответить вам на вопрос с помощью опроса, который недавно делала не Европейская Бизнес-Ассоциация, а Американская Торговая Палата, делала такой большой вопрос, касающийся коррупции, то 75% их членов, это руководители крупных компаний, не почувствовали улучшения в сфере коррупции за последние полтора года, если это сравнивать с мартом 2014 года. Поэтому больших улучшений мы, к сожалению, не чувствуем. Если в прошлом году или там до начала текущего года самой большой проблемой для инвесторов, для руководителей бизнеса была российская военная и экономическая агрессия, которая припрятствовала инвестированию, создаванию рабочих мест, то где-то уже с весны текущего года, когда оценка вот этой опасности, этой агрессии начала падать, то самой большой проблемой стала именно коррупция, прежде всего коррупция в правоохранительных органах, у которых задача обратная, они должны заниматься предотвращением коррупции, а не наоборот, 90% плюс своей деятельности сфокусировано именно на помощи или сприянии коррупции. И суды. Верховенство права, к сожалению, отсутствует в Украине. Пока это, к сожалению, мнение больше, чем 90% бизнесменов. И без верховенства права не будут не только иностранные инвестиции, а тоже внутренние инвестиции. Потому что мы видим последние два года отток инвестиций из страны, падение экономики, сокращение количества рабочих мест. И так дальше продолжать не можется. Поэтому наше такое очень достаточно жесткое требование, ну и в принципе власть в этом должна быть тоже заинтересована, если она заинтересована в своем переизбрании. Это кардинальная реформа правоохранительных органов, это и прокуратура, которая на сегодня насчитывает 18 тысяч людей. Если ее реформировать там по западному или по грузинскому опыту, то надо сократить это количество максимум до 4 тысяч человек. Пока руководство прокуратуры и руководство государства согласилось только на сокращение до 12 тысяч человек. Я считаю, это слишком много прокуроров, которые занимаются, опять же, не выявлением криминала, а занимаются рэкетом прежде всего. И это полная перезагрузка, которую мы видели с патрульной полицией. Патрульная полиция на конец этого года будет насчитывать где-то 10 тысяч человек в структуре Министерства внутренних дел. Это, с одной стороны, очень хорошо, с другой стороны, это пока очень мало, потому что Министерство внутренних дел насчитывает где-то 300 тысяч человек. Поэтому на конец текущего года, полтора года после революции, или почти два года после революции, мы поменяли 3% персонала в Министерстве внутренних дел. Но такой похожий подход, он должен быть использован и к прокуратуре, и к Министерству внутренних дел полностью, и к службе безопасности, и к судам. Без вот этой полной перезагрузки, к сожалению, не будет верховенства права, не будет справедливости, не будет равных условий для ведения бизнеса, ну и для жизни, для людей. Поэтому проблема очень большая. Продолжение следует...